Виктор Григорьевич, вы очень долго, давно, точнее, правильно, работали в качестве главного редатора. С 1993 года, если я не ошибаюсь. Вот ваша цитата из интервью «Российской газете». Редаторов надо учить отдельно. Ну, как режиссеры готовят отдельно от актеров. Работа главного редактора, кстати, похожа на работу режиссера. Вот вы так по-прежнему считаете? И вот это продолжение этого разговора о дроблении, о специализации. Все-таки, может быть, надо и какие-то отдельные факультеты водить. Вот как учить главного редактора? У режиссера понятно, что есть. Ну, понимаете, мой опыт. Я 10 лет был главным редактором «Московских новостей». И вот так получилось, что и ровно 10 лет был главным редактором «Огонька». Это профессия с совершенно определенными навыками. Несколько другими навыками, чем навыки у журналиста. Ну, то есть ты должен быть, конечно, лучшим хирургом по больнице, но все равно это другие навыки. И, наверное, правильно было бы готовить людей, уже имеющих высшее образование, имеющих некий опыт работы в журналистике. Наверное, правильно было бы готовить на каких-то специальных факультетах, двухлетних, предположим, факультетах редактирования. Потому что эта профессия совершенно другая. Это как профессия режиссера, как профессия дирижера, ну и так далее, и так далее. Тут самое главное, чтобы не было такой фальшивой ступеньки. Потому что многие журналисты считают себя писателями, дирижеры-композиторами, музыканты-дирижерами, ну и так далее, и так далее. Тут очень важно отобрать тех людей, у которых есть действительно качества редакторские. Но я не вижу в этом никакой революции. Действительно, жизнь, конечно, готовит редакторов, но ошибка при назначении человека редактором очень дорого стоит изданию, издательскому дому или там корпорации какой-то. Поэтому я считал бы, что это нужно делать. К сожалению, почему-то это не делается. Почему? У меня нет ответа. Прежде всего, читатели страдают, конечно, от таких ошибок главного редактора. То есть это все-таки человек, который имеет способность как организатор, как вот, так скажем, генератор идей. Это, конечно, вот вы считаете, этому научить можно или надо все-таки так складку мало иметь? Это можно научить людей, у которых, очевидно, к этому есть задатки. Вот вы сказали генератор идей. Это человек, который может генерировать. Очень креативный человек, человек, который сам знает, как это нужно сделать, понимаете. И это человек, конечно, который готов быть в некоторой степени в жизни одиноким, потому что это, конечно, профессия для одиночек. Ты становишься, так как за тобой последнее слово, ты становишься довольно, ну, понимаете, нельзя ни с кем поделить эту ответственность. Это колоссальная ответственность во всем, в посылании людей, в горячие точки, в принятии решений по материалам, в компромиссах даже, на которые ты решишь. Это профессия с очень большой долей цинизма, например, я считаю, потому что иногда ты очень цинично выбираешь между тем, что нужно, и зданию, и что происходит. То есть тут есть масса компромиссов, на которые должен уйти этот человек. Мы беседуем в конце апреля, Виктор Григорьевич, к сожалению, не 20-го. Поэтому у вас немножко с опозданием. Но в этом месяце поздравляем с днем рождения. Спасибо большое. И, знаете, среди поздравлений, которые я услышал, ваш адрес прочитал на сайте коммерсанта Зайского дома, мне очень понравились слова Алисы Орлова, которая пишет, что вы показали, что бывает профессионализм без опломба, эрудиция без самоуверенности, скромность без трусости и интуиция без претензий на все знания. Как отметили день рождения, расскажите. Знаете, я традиционно отмечаю день рождения всегда одним и тем же образом. Я с друзьями, мы уезжаем в Одессу. Вот и все. Одесса очень много на себя берет, и там дальше уже не нужно ничего особенно производить. А само свидание с городом – это и есть праздник. А вот в этом году мы, к сожалению, не уехали по такой причине уважительной. Мои друзья открыли здесь выставку большую в Москве и приехали в Москву. Мне было неловко уехать в тот момент, когда они приехали. И просто мы отметили, посидели, то, что называется, на России. А в Москве есть ресторан Одесса, который имеет отношение к Одессе? Вообще Одессы такого ресторана в Москве нет. Но я думаю, что кто-то сделает на этом, конечно, когда-нибудь очень популярный ресторан. Ну, я представляю, если там соберутся Виктор Лошак, Михаил Жванецкий, Роман Карцев и другие. Конечно, это будет маленькая Одесса в Москве. Михаил Михайлович сам по себе такая большая часть Одессы. Там, где он, он высказывает, что он руководит клубом Одесситов вообще. Мировой клуб Одесситов существует, и им руководит Жванецкий. Спасибо. И в завершении нашей программы у нас есть такая тоже традиция, которую мы переняли у Владимира Познера. Но он задает очень серьезные вопросы с помощью Марселя Пруста. А у нас они немножко расслаблены, более весенние, учитывая время года. Но тоже я вас попрошу очень коротко на них ответить. Ну, в принципе, если хотите, то можно и развернуть. Вы бы хотели жить за границей? Я имею в виду дальние зарубежья, не ближние. Конечно. Я никогда, никогда даже не ставил перед собой, как бы не дискутировал внутри себя, ни я, ни моя жена, ни мои дети никогда не дискутировали и не ставили это даже вопрос. При этом часто бывают с этой границей, да? Ну, это естественно, да. Зная Европу и Америку. Естественно, да. Есть города, которые вас завораживают? Ну, кроме Одессы, конечно. Знаете, мой ответ прозвучит довольно пошло. Я очень люблю Париж. Но вот он любит Париж, подумаешь. Ну, Париж, это, говорят, большая Одесса. Одесса – маленький Париж. Нет. Шутливое выражение, конечно. Шутливое. Вы отключаете на ночь мобильный телефон? Нет. Вообще, вот эта вот работа журналистом, она, особенно работа главным редактором, кстати, она, это работа без выключателя. То есть, вот это ты включился когда-то и уже… 24 часа суток. Даже во сне можно заниматься… Фулл тайм. Кстати, ночью иногда приходят очень интересные идеи. Ну, это вообще, говорят, что ночное творчество, оно очень продуктивное. Оно отсеивает дневные какие-то, ну, такие бредовые вещи. И ночью очень ясно часто приходит. Вы знаете, если вы разрешили развернуто… Это вообще очень интересная тема – это творчество. Вообще, что есть творчество. Вот, очень часто, подписав в свет журнал, я ночью после этого вдруг понимаю, где у меня ошибка была. Какая-то тактическая, грамматическая, стилистическая. Вот очень ясно ночью приходит, вот здесь ты ошибся. И утром ты понимаешь, да, действительно, была ошибка. Ну, я представляю, что это нелегкая ночь для вас такая. Как вы больше любите путешествовать? На самолете, на поезде, на автомобиле? Вы знаете, я, честно сказать, горожанин. Я горожанин по всем повадкам, по привычкам. У меня нет привычки там в одиночку с рюкзаком, по степным тропам. Я, если путешествовать, то на автомобиле, самолетом, где-то я... Для меня отдых – это спорт у моря. Вот если я могу где-то находиться у моря и там играть в баскетбол и в теннис, то это для меня самый прекрасный вид отдыха. По-моему, очень быть не может. Это и воздух, это и солнце, это и физическое упражнение. Предложите, пожалуйста, форму успеха для молодежи. Так, очень коротко. Идти вслед за призванием, а не за советами и деньгами. Спасибо большое, Виктор Григорьевич. Мы, к сожалению, сегодня не поговорили о Кавказе, но надеемся на то, что вы к нам еще придете. Спасибо вам большое. В нашей программе был вице-президент Итальского дома «Коммерсант», известный журналист Виктор Григорьевич Лошак. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok